Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Вот уже второе столетие человечества идет по пути роста городского населения. По данным Организации Дневных Наций, к 1950 году в городах проживала уже одна треть населения планеты. Города стали играть столь заметную роль в вообще мировых политических и экономических процессах, что это позволило исследователям теории международных отношений даже ввести термин «дипломатии городов». Дипломатия городов подразумевает под собой тот факт, что местные власти начинают на мировой арене все более активно и настойчиво заявлять о себе как о подлинных представителях и выразителях интересов своего населения, от которого официальная дипломатия находится слишком далеко. Ярким примером дипломатии городов выступает движение городов-побратимов и районов-побратимов. Именно это сегодняшняя тема разговора с нашим гостем. Представляю, Петр Пушкарь, представитель района Басарабяска. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, недавно было подписано соглашение о побратимстве и сотрудничестве между районом Басарабяска, который вы сейчас возглавляете, и белорусским районом Смолевичей. Вот что за всем этим стоит, почему именно этот район, вот чем интересно сотрудничество именно с этим регионом Белоруссии, что последует вслед за вот этим документом, который вы подписали, чем интересны вы Басарабяска и Смолевичи, чем интересны Молдова и Республика Беларусь друг другу, если уже обобщить, и что почувствуют простые жители ваших районов? Ну, в первую очередь мы изначально, когда шли на местные выборы, мы обещали людям, нашим избирателям, в том, что мы будем заключать договора, соглашения с регионами России, Белоруссии, стран таможенного союза, так как район Басарабяска является одним из районов тех, которые люди выступают за сближение со странами таможенного союза. Мы начали это делать, наша делегация была в Белоруссии, мы подписали соглашение. Смолевский район входит в пятерку лучших районов Республики Беларусь, бюджет района составляет 45 миллионов долларов, территория района не столь большая, там 44 тысячи населения, это, можно сказать, один из таких районов, как Басарабяска в Беларуси, но район достаточно мощный, развивающийся. В первую очередь, конечно, это культурное, а самое главное, это, конечно, экономическое. Мы хотим, чтобы наш бизнес района сотрудничал с бизнесом белорусским. И были хорошие разговоры, также присутствовал посол Республики Молдова в Беларуси, где мы разговаривали о многих вещах, о том, чтобы наши предпринимательные сельхозпроизводители, также винзаводы могли договариваться с предпринимательными бизнесменами из белорусских, и чтобы они могли торговать. У нас даже есть, даже в этом году есть сельхозпроизводители, это те, кто имеет виноградники. В этом году уже отправили виноград в Белоруссию, достаточно успешно. Поэтому для нас это очень важно. Это, во-первых, ну, всем понимаем, что это реализация наших товаров, это бюджет, это рабочие места. Это даст возможность нашему району немножко дышать, потому что все знают, что у нас железнодорожный узел, который, в большом сожалению, падает вниз. И мы должны делать все возможное, местная власть, чтобы помочь людям как-то, чтобы они зарабатывали деньги и создавали рабочие места, чтобы люди могли иметь работу. Поэтому для нас это очень важно. Но также это братские народы. Что я почувствовал, побывав впервые в Беларуси, я почувствовал, что мы один и тот же народ, мы славянский народ. Я не почувствовал себя ущемленным. Довольно очень хорошо прошли встречи, беседы с бизнесом. Мы смотрели, как у них работает бизнес, как они работают, что у них есть. И поэтому я считаю, что белорусская модель, может быть, и пригодилась нам в будущем. Там президентская республика, там есть вертикаль власти, там есть порядок. То, что я увидел и хотел бы видеть у нас здесь. Потому что мы видим, что у нас всем раздали полномочия, и никто за что не отвечает. И все друг на друга. Вот этот виноват, этот виноват. У них там такого нет. У них, если глава района сказал, что это надо сделать, подготовиться к такому управлению, этому, этому, то там все это выполняют. У нас, в большом сожалению, нет. Ну, я как прежде всего гражданин республики, я надеюсь, что и мы придем к этому. Я считаю, что все-таки в Молдавии, как и в СНГ, нам нужна президентская республика. Что интересовало ваших друзей в Беларуси? Ну, интересовались ли они тем, как, то есть и политическим состоянием сегодняшних дел в Молдове? Интересовались ли экономической структурой вашего района? Какие вопросы задавали? Мы пригласили наших уже побратимых друзей посетить республику Нового района Басарбятска. 14 октября их делегация прибудет к нам в Молдову, где мы также покажем наши предприятия, наши сады, виноградники, винзаводы. Все, что у нас есть, они хотят посмотреть. Им это интересно. Я вам скажу, что они помнят ту Молдавию, которой она была. Это наше вино, наши яблоки, наша продукция. И они очень заинтересованы покупать нашу продукцию. Потому что все знают, что страны Большинство Союза помнят, какая у нас вкусная и хорошая продукция. Поэтому они заинтересованы. Они хотят сюда приехать не только руководство района, но также и бизнесмены. Из этого района для того, чтобы встретиться с нашими бизнесменами и обсудить уже вопросы, детали, как сделать так, чтобы мы могли заключить договора и сразу экспортировать туда, в Беларусь, наш товар. Вы упомянули, что вам понравилось то, как проходит жизнь в Беларуси. Вам понравилось наличие вертикали власти в этой стране, которая дает возможность реализовывать, будем говорить, государственные проекты, государственные программы. Под непосредственным контролем руководства страны и вплоть до руководства района. Если уже говорить о районном руководстве, можно четко понять, кто ответственный, кто наоборот проявил безответственность. Сегодня как раз очень много в нашей стране проходит дебатов на тему, стоит ли уже сформировавшейся политической системе Молдовы что-либо менять. Разговоры, стоит ли менять, проходят как раз на фоне того, как много уже произошло изменений. У нас сегодня есть всенародный избранный президент с ограниченными парламентом полномочиями. Буквально до принятия присяги Игоря Дадону сократили перечень полномочий. Это, конечно, осложнило ожидания избирателя в отношении того выполнения, будем говорить, своих обещаний, которые были даны Игорем Дадону. Но вот пример Беларуси. Насколько он хорош для сегодняшней Молдовы, на ваш взгляд? Я считаю, что он был бы очень хорош. Потому что навести порядок в стране, где действительно у нас хаос, должна быть президентская республика. Должен один человек отвечать. У нас сейчас что получается? У нас сейчас отвечают все по чуть-чуть, но это неправильно. И мы видели неоднократно с 2009 года, что все на друг друга, это не я виноват, это не моя партия виновата, это эти виноваты. Там такого нет. Поэтому мы считаем, что если будет президентская республика, будет отвечать президент, которому доверяет народ Республики Молдова, то из него будут спрашивать. Поэтому ему будет легче наводить порядок. Потому что если человек дал указание, что это нужно выполнить, оно будет быстрее выполняться и доходить до нас, до жителей районов, сел. А здесь получается, чтобы что-то решить, нужно заходить через непонятные двери для того, чтобы как-то что-то решить. Поэтому это неправильно, а должно быть порядок, должна быть вертикальность власти. И этого хотят люди. Даже если приехать к нам в город и спросить людей, как вы хотите, дать президенту полномочия или нет, и вы услышите, что люди хотят, чтобы была президентская республика. Потому что мы видим, например, Белоруссия, Россия, Казахстан, как там жизнь и как у нас. Мы говорим, что там многие говорят, что вот Россия, но они развиваются. Я, побывав там, я увидел то, что они развиваются большими темпами. Там открываются заводы, строятся дороги, все это делается. У нас же мы видим, что наоборот, все сокращается. Значит, мы идем вниз, а не вверх. Значит, таможенный союз все-таки развивается. Поэтому нам, я считаю, что необходимо это. И мы, если это не сделаем, то дальше будет продолжаться этот хаос у нас в стране и только будет хуже. А ток населения очень большой. И особенно в нашем районе мы видим, что люди, особенно в России, по переселению семьями уезжают. И лет через 10-20 у нас останутся одни старики. Тогда не с кем будет просто поднимать экономику. Поэтому наша позиция, я хочу сказать даже от жителей города и района, в принципе, люди хотят президентскую республику. Понимаю. Ну и свернуться к теме нашего разговора о побратимстве. Вот помимо белорусских районов региона, есть планы расширения списка таких районов побратимов? Может, с кем-то еще? Есть планы и уже есть подписано о намерении подписания соглашения. Это с Россией. Безусловно, нам Россия очень важна. Поэтому уже подписано намерение о подписании соглашения с городом Железногорск, Курской области. Это второй город в Курской области по величине, по мощи своей. Они также прибудут нам 14 октября. Просто, чтобы понимали, у нас 15 октября придет фестиваль вина, куда прибудет делегация из Российской Федерации. Нам очень интересно, потому что бизнесмены из Железногорска, Курской области заинтересовались, чтобы приехать сюда. И они прибудут. Для того, чтобы просмотреть, как я уже говорил, что у нас есть. Это винзавод. У нас также есть второй винзавод, который на данный момент пока не работает. Был закрыт, когда была эмбарго сделана. Поэтому есть определенные изменения, которые хотели бы это поставить. И, возможно, если смогут договориться, то запустить бы и этот винзавод, чтобы он мог напрямую работать с Курской областью. И вернуть людям рабочие места таким образом. Безусловно, винзавод находится в селе Исерлия. Вы сами понимаете, что для села открыть винзавод – это 50-100 рабочих мест. Это, конечно, и бюджет премарии, и бюджет района сразу увеличится. И, конечно, рабочие места люди могут не уезжать и оставаться у себя. А также, в принципе, сельхозпроизводители смогут расширяться. Садить виноградники. И это поведет с почка то, что нужно, в принципе, всем. И мы очень рады, что у нас действительно это получается. На самом деле, это получается благодаря партии социалистов и президенту Республики Лондова Игорю Николаевичу. Потому что мы это обещали людям. Мы видим, что это происходит в целом в республике благодаря президенту. И это уже пошло в регионы, в районы. И это очень хорошо, и люди это оценивают. Поэтому мы будем двигаться только вперед, и мы будем расширяться. У нас есть заявка и с Владимирской областью Российской Федерации. Также есть заявка и в Болгарию. С нами хотят также дружить. Мы будем расширять для того, чтобы укреплять в целом, в принципе, и город, и район Басарабяска. Ну, не так давно наша съемочная группа побывала в вашем районе. И снимали репортаж о состоянии железной дороги. Басарабяска — крупный железнодорожный узел на юге нашей страны. Вот сегодня в каком состоянии находится вот эта часть экономики и района, и страны? Ну, это очень большая беда для наших жителей. Потому что, в принципе, не только жители города работают на железной дороге, и, в принципе, и сел. И я неоднократно поднимал эти вопросы и перед премьер-министром. И мы обращались, и писали, и поддерживали железнодорожников и на митингах. Потому что сегодня задерживают по 4-5 месяцев зарплату. У нас город железнодорожников. И муж, и жена, и, в принципе, и родители, все работают на железной дороге. И задержка 4-5 месяцев по зарплате, значит, это услуги. А не заплатив за услуги, значит, приезжает или пеня, или отрезают и свет, и отключают и газ. Поэтому это очень большая проблема. Это скажется и на экономических агентах. Потому что человек, не получив зарплату, не может покупать. Значит, в городе страдает все. Из-за этого страдает и городской бюджет, и районный бюджет. И это беда, и организации не работают в мощи. Я всегда говорил, что дайте нам, возможно, хотя бы 50-60%, чтобы железнодорожник заработал. Мы, в принципе, район Басарбяска будем, я думаю, одним из лучших районов, в принципе, и в республике. Но, к большому сожалению, улучшения мы не видим, а только ухудшения. Что делают руководства железной дороги? Они делают все для того, чтобы оптимизировать предприятия, соединить их, объединить. Это значит, что это сокращение людей. И люди что? Люди вынуждены либо уезжать на заработки, либо у них других вариантов просто нет. А заменить каким-либо другим бизнесом или какой-то отрасли вот этот бюджетнообразующий элемент, как железная дорога, не получается сегодня? Пока это очень тяжело, поэтому мы пошли по этому пути по обративству с другими районами, чтобы, возможно, как-то привлечь бизнесменов из стран Томоженного Союза, может попытаться открытие совместных каких-то предприятий. Но мы же понимаем, что это не так просто, это не быстро делается, это нужно время. У нас времени такого нет. Если мы будем дальше это оттягивать, то просто население не станет. Люди просто уедут. У нас так практически мало молодежи. Потому что сегодня молодая семья не сможет жить на эти 2000 лей, которые задерживают еще и 5 месяцев. А дети в садик, в школу. Поэтому в основном семьи у нас выезжают на постоянное место жителей в Российскую Федерацию. Для нас это очень плачевно. Потому что я помню свое детство, когда я учился, у нас просто школы были все забиты, мы ходили в две смены. То сейчас нам не хватает детей даже в школах, в садиках. Поэтому это большая проблема. И для нас очень важно, и мы будем, районные власти, будем дальше поддерживать наших железнодорожников, пытаться всячески как-то им помочь. Ну, я хотел бы сказать благодарность президенту республики Игорю Николаевичу Дональду за то, что он все это время и до президентства был рядом с нашими железнодорожниками и сейчас помогает. Мы делали много акций. Даже к первому сентябрю мы третий год подряд помогаем детям-железнодорожникам пойти в первый класс. Это рюкзаки, принадлежности для учебы. Он всегда был рядом с нами, президент, и поддерживал и на митингах, поддерживал и юридически помогает добиваться справедливости железнодорожникам. Поэтому мы будем и дальше делать все возможное, чтобы помочь им. И мы надеемся на то, что все-таки на следующих парламентских или досрочных парламентских выборах все-таки партия социалистов возьмет большинство и придут компетентные люди в руководство железнодороги и наведут порядок. И мы сможем стабилизировать ситуацию и благодаря странам таможенного союза сделать рывок и все-таки восстановить железнодорогу. И в принципе от этого выигрят все, как республика, так и наш район. Понял. Сегодня очень много говорится в средствах массовой информации, в таких вот встречах с политологами о административной реформе. Очень много говорится о том, что Молдове необходима административная реформа. И вот такой вопрос. На сегодняшний день существует ли угроза ликвидации района Басарабянска? Ну об этом все говорят. В принципе это реформа. То, что район Басарабянска, если будет реформа, конечно он не останется. Мы уже это проходили, когда были уезды. И мы помним, что произошло с нашим городом в первую очередь. Это с администрацией района, которую я возглавляю, тогда вывезли все абсолютно. Даже пол, паркет, все вывезли. Просто ставили стены. Когда вернули в 2003 году район, нам пришлось это все восстанавливать. И представьте, какие-то большие затраты. И до сих пор даже пятый этаж, где было заседание совета районного, он не восстановлен. Это говорит о том, что разрушить легко, а восстановить потом тяжело. Я просто не понимаю, для чего это делать. У нас маленькая страна. Если взять пример Белоруссии, где есть районы. Я видел, что они развиваются районы, они зарабатывают деньги. Они не дотационные из республики, они сами зарабатывают деньги. Почему невозможно сделать у нас то же самое? Почему мы берем пример с тех стран, где они огромные страны, где большое количество людей. Там это возможно сделать. У нас население маленькое. И сегодня, если с Бессарабки поехать в Хинчеши за справкой, и бабушке, которая получает пенсию 700 лей, и транспорт будет ей стоить 150-200 лей, ну, если наши руководители считают, что это правильно, то народ считает, что это неправильно. Я считаю, что даже по таким вопросам нужно выйти в общество с референдумом. Пускай спросят людей, люди согласны или не согласны с таким, так сделать. Но, к большому сожалению, у нас не спрашивают никого. Поэтому люди возмущены, люди переживают, люди не хотят этого. И, конечно, хочу сказать, что мы надеемся, и народ надеется, что все-таки единственная партия, это партия социалистов, которая сегодня говорит о том, что мы против для того, чтобы ликвидировать районы. Мы надеемся, что социалисты, мы уверены, они победят. И мы районы не то что сохраним, мы дадим определенные рычаги главам районам, потому что сегодня у самого района забрали все полномочия. Если взять МЧС, не подчиняется в районе, пожарные не подчиняются в районе, хотят забрать и районы, и больницы. Получается, у нас хотят забрать все. Ну и таким образом пообосновать, видимо, ликвидацию уже районного руководства. Да, поэтому мы считаем, что этого не нужно делать, потому что люди на местах не чувствуют улучшения от этого. Мы это уже проходили, люди видели, что убрав районы, становится хуже населению. Ну и в придачу для города, будь то Чемишле, будь то Хинчешт, или Лёва Небезанец, где будет центр, мы же понимаем, что нам не дадутся средства или проекты для того, чтобы развиваться городу. Не выгодно будет Хинчештам дать деньги на развитие города Басарабярска или дать самому же себе. Понятно, мы понимаем, что они дадут себе, нам не дадут. Это означает, что город просто превратят в деревню. Все, что было раньше и будет сейчас. Поэтому мы возмущены, мы против, конечно, и будем выступать против. Понадобится, выйдем на акции протеста, но я как житель, в первую очередь, города, я заинтересован, чтобы мой город развивался. И я хочу, как один из молодых жителей, у меня молодая семья, я хочу жить в своем городе. Я не хочу уезжать за границу, не хочу уезжать к Кишневе, я хочу жить в своем городе, чтобы мой город развивался, и чтобы мой ребенок учился в этом городе и имел будущее. Поэтому мы будем стараться делать все возможное для того, чтобы сохранить наши районы. Как сегодня строятся взаимоотношения с центральными властями? Районные власти по этой вертикали и центральной власти сегодняшней? Ну, знаете, сказать, что хорошо, значит, солгать. Поэтому, тем более, находясь в оппозиционной партии, не так просто. То есть, приходится общаться и с представителями других партий, которые сегодня во власти? Приходится. Я из тех людей, которых не делаю, что вот я в оппозиции, я не могу ничего сделать. Я из тех людей, в принципе, у нас команда районно-партийная социалистов, мы привыкли добиваться, и мы стучимся во все двери. В зависимости от какой министр, с какой партией, потому что они обязаны. Их туда люди избрали для того, чтобы они работали благо людей. И мы, районные власти, являемся теми, как бы сказать, переносчиками, что тревожит людей, мы доносим, конечно, правительство, и хотим, чтобы они решали, и добиваемся, чтобы они решали. Сказать, что очень много правительства там помогает нам в районе, конечно, это не так. Потому что мы знаем, что они дают своим, где и председатели от их партии. Нам, конечно, самое маленькое, что есть, можно дать, чтобы они сказали, что вообще не дают. Ну, мы руки не пускаем, мы боремся, мы ездим, добиваемся, что-то получается, что-то не получается. Но какие-то определенные шаги у нас есть, люди видят, оценивают, люди поддерживают нас. И мы будем двигаться и требовать. Но, конечно, бы хотелось, чтобы уделяли внимание не по партийным принадлежностям, а действительно по нуждам людей. Но, к большому сожалению, пока на данный момент мы этого не видим. Делается так, что вот если ты свой, значит, тебе даем, если ты не свой, мы тебе не даем. То есть, получается, очень сильно выражен вот этот политический аспект в отношениях районных и центральных властей. Ну, это еще... Вот партийная принадлежность играет, видимо, ключевую роль в распределении средств, возможностей. Ну, это очень ощутимо. Даже если взять по премьерим, это можно даже увидеть. Когда ты приезжаешь, и представитель премьера правящей партии, значит, понятно, у него есть проекты, у него гранты, он работает, оно видно. Конечно, когда представитель с позиционной партии, там малость, если человеку удастся получить проекты или гранты, то он делает, если нет, то, к большому сожалению, блокируют. Показать якобы тем, что вот данный премьер или писатель рон, он не способен руководить или что-то делать. Поэтому, конечно, есть трудности. Ну, мы надеемся, что все-таки придут лучшие времена и придут к власти действительно люди-технократы, которые будут думать не о партийных каких-то там ценностях, а действительно о народе. В это воскресенье проходили в трех городах, проходили митинги, марши, митинги в поддержку инициатив президента. Почему именно в это воскресенье? По понятным причинам, именно в 24 сентября планировалось, что пройдет референдум, который, в общем-то, не состоялся по причине того, что Конституционный суд, правящее большинство, видимо, решило иначе. Предлагалось, что именно на референдуме граждане Молдовы выскажутся сразу по четырем вопросам. По полномочиям президента в отношениях с парламентом, по отзыву парламента и другим позициям. Кстати, говорилось, и на этом же референдуме предлагалось, что мы сможем высказаться, например, и по тому, какому предмету историческому будем учить своих детей. То есть, история Молдовы или сегодняшний, опять же, такой учебник сегодня носят наши дети под названием «История Румын». По тому, что я видел во время этих митингов и маршей, я видел, что люди шли, ну, знаете, с надеждой и с твердым убеждением, что сегодняшний политический расклад в стране губителен. И с надеждой на то, чтобы развернуть страну к ее лучшему, к развитию. Вот в сегодняшнем, в сегодняшнем Басарабяске, в сегодняшнем районе, вот градус, вот если попытаться оценить градус того, чего ждут жители района, чего они хотят, что бы они хотели. Понятно, да, проголосовали, вы стали главой района. Это как цепная реакция привела к тому, что сегодня достаточно сложно развиваются взаимоотношения с центральными властями, с министрами, так сказать, а демпартии. Но, тем не менее, не появилось ли какое-то разочарование сегодня у жителей Басарабяске? Я вам скажу, что жители района Басарабяска очень сильно поддерживают нашего президента. Даже на митингах мы, район Басарабяска, всегда активно участвуют в данных митингах. И там можно по всем данным посмотреть, что очень большое количество людей из района Басарабяска участвовало в митинге даже в Кагуле. Я также там принимал участие. Люди очень сильно переживают за президента, поддерживают президента. Люди понимают, что инициатива президента – это на благо их же. Но мы видим, что, к большому сожалению, парламентское большинство делает все возможное, чтобы не дать президенту исполнить то, что он обещал людям. Потому что они понимают, что если все-таки поддержать инициативу президента, который президент предлагает народу, то люди подумают, что президент и его команда действительно способны изменить ситуацию к лучшему. Это приведет на парламентский выбор к победе пропрезидентской партии. И люди это все прекрасно понимают. Люди у нас уже стали мудрее. И те инициативы, которые выдал на референдум Игорь Николаевич, они знали правильное большинство, что люди их поддерживают. Люди хотят президентскую республику. Безусловно. И это можно посмотреть последним вопросом. И даже я знаю изнутри то, что у нас люди говорят. Люди хотят, чтобы сократить число депутатов. У меня даже тоже вопрос. Все говорят, что у нас сократить районы. Они даром используем деньги. Но почему они не сокращают чиновников здесь у себя? Почему мы содержим депутатов, правительства, все структуры правительства в районах? Для чего мы их содержим? Почему они не сокращают себя, а сокращают нас? Люди тоже это поддерживают. Даже взять пример Белоруссии. 110 депутатов в белорусском парламенте. У нас 101. Сравнить Белоруссию и Молдову. И численность населения Белоруссии и Молдавии. Вот даже тот же простой пример. Почему мы не берем вот эти примеры? Так же взять, что люди сегодня хотят распуска парламента. Хотят. Люди хотят сегодня досрочных выборов. Хотят. Люди бы тоже это поддержали. История Молдовы. Люди тоже хотят изучать свою историю. Мы, на самом деле, я как гражданин вообще не понимаю, в какой стране можно изучать историю соседнего государства. Если у тебя есть твоя богатая история, тебе есть чем гордиться. У тебя были прекрасные руководители, такие как Штефан Чалмари. Есть очень хороший, мудрый народ молдавский. Но мы сегодня изучаем другую историю. Они понимали, что люди выйдут и проголосуют. А если люди выйдут и проголосуют, то им бы пришлось все-таки внедрять эти инициативы президента. Но они пошли хитрее и сделали все возможное, чтобы эти инициативы не прошли. Но я вам скажу, что люди не опускают руки. Люди надеются, что следующие парламентские выборы дадут все-таки свое положительное и придут к власти действительно партия промолдавская, которая все вот это, то, что предлагает президент, поддержит. И мы это сможем внедрить. И от этого только выиграет, в принципе, весь молдавский народ. Потому что мы должны воспитывать в духе патриотизма. А мы кого воспитываем? Мы воспитываем молодежь, чтобы они любили соседнее государство. Это нонсенс. Я не знаю, где такое может быть. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в Молдавии, а не в Румынии. Или там же в России. Я хочу, чтобы он жил здесь. Поэтому это обязательно нужно делать и внедрять. И я надеюсь, что у президента, где мы ему поможем, из низов, чтобы все-таки вот эти инициативы воплотили в жизнь. Если вернуться еще к жителям вашего района, вы говорили о том, что железнодорожники составляют, будем говорить, так сказать, львиную часть или большую часть жителей города Басарбяцкий, жителей района. И, в общем-то, это как раз тот самый, будем говорить, как принято выражаться среди людей, пишущих, соль земли. То есть те, на ком держится. Держится экономика, держится жизнь, держится, в данном случае, держалась железная дорога. Ведь еще в свое время говорили, что железная дорога – это государство в государстве, которое работает по своим законам. Но эти законы, знаете, такое крепкое плечо развитию страны. Железная дорога – это очень важная жизненная транспортная артерия. Сегодня железнодорожный транспорт, он как-то ушел из статистики сегодняшней молдавской экономики, ушел не только на второй день, третий-четвертый план. Мы сегодня уже говорим о деградации железной дороги. В то время, как когда-то железнодорожники, молдавские железнодорожники, смотрите, это была одна из самых богатейших организаций в Молдове. И я не думаю, что сегодня, например, нынешние руководства молдавской железной дороги могли бы позволить себе проект, например, постройки такого дворца культуры, который сегодня есть в столице, дворец культуры железнодорожников, где там есть зимний сад с экзотическими растениями, то, чего сегодня позволить никто не может. Но это досталось, так сказать, из того советского прошлого, которое так не любят вспоминать сегодняшние власти. И тем не менее, как сегодняшним железнодорожникам удается выживать, сохранять надежду на то, что когда-то снова в молдавской железной дороге вот забьется пульс жизни? Ну, им очень тяжело. Мы даже в передаче, которую телеканал ваш снимал, там люди рассказывали о том, что делают люди. Получают зарплату мизерную, при том еще с задержкой. В первую очередь они платят услуги. Потом для того, чтобы взять продукты, они идут в магазин. Конечно, об этом никто не афиширует, не рассказывается. Люди берут на список, записывают, и потом со временем по чуть-чуть отдают. Сегодня существует такое понятие, как такая, ну, не долговая расписка, а, во всяком случае, список долгов тех или иных жителей. Да, это еще очень хорошо, что понимают экономические агенты и дают. Ну, потому что знакомый город у нас небольшой, и они выходят из этой ситуации. Представьте, если бы этого не было. Про-европейская, преуспевающая Молдова сегодня выдает своим согражданам продукты в долг. Да, ну, получается так, потому что, а как человеку, значит, выжить, ему кушать? Дети не спрашивают, особенно маленькие, это вот, где папа работает, когда получит зарплату. А в первую очередь родитель, да, любой, он что, он ищет, чтобы принести домой покушать ребенку. Не говоря о том, что хочется ребенка куда-то отвезти, чтобы ребенок что-то подстрел, чтобы ребенок развивался. Ну, я говорю, для нас это очень, для района и города это очень тяжело, потому что мы живем, у нас родственники, родные, близкие, и все на железной дороге. И мы пытались всячески донести до руководства, но, в большом сожалению, улучшений мы не видим. Мы только видим ухудшения. И не знаем, в принципе, что будет, но, я говорю, люди, одна надежда у людей, это, конечно, на партию социалистов, президента Республики Молдова. И мне кажется, у людей будет единственный шанс, это парламентские выборы, следующие, которые будут. Если, не знаю, что-то получится не то, но мы уверены, в принципе, что партия социалистов должна победить на этих планах. Я думаю, что отток населения просто будет, просто колоссальный. Люди просто, ну, люди не видят будущего здесь, но нету рабочих мест, что делать? Каждый, каждый родитель, конечно, хочет хорошего будущего для своих детей. Конечно, они будут искать хорошее будущее для своих детей и будут уезжать кто в Россию, кто в Европу. Поэтому мы просто обязаны сделать все для того, чтобы президент смог осуществить свои начинания, которые он делает. Иначе у нас другого пути не будет. Сегодня жители Молдовы наблюдают за тем, что происходит, сегодня, так сказать, достаточно популярное занятие для жителей Молдовы, наблюдать за тем, что происходит в центральных органах власти, за тем, как происходят вот эти перипетии, противостояния парламентского демократического большинства, правительства и президента. И я могу предположить, что и на уровне районов происходит некое противостояние, некое, будем говорить, ну, будем, так сказать, политическое неединение. Сегодня Молдова, страна разделенная не только вот преднестровским конфликтом, она разделенная еще вот этими политическими баталиями и доказывающая несостоятельность власти, которая не может ничего предложить сегодня гражданам Молдовы, кроме вот этого вот цирка в парламенте и непонятных решений правительства по отправке тех же военных в Украину, что, так сказать, вопреки решению главнокомандующего, он же президент, вот в районном центре, в данном случае в вашем районном центре, какой уровень и какой градус политической жизни, с чем приходится, с кем приходится бороться? Ну, я думаю, многие жители республики видят, что происходит, в принципе, в нашем городе, как бы в районе, в районном сессии мы пытаемся сделать все для того, чтобы работа шла нормальная. И что мне, как главе района, удалось сделать, это убрать геополитику в сторону, потому что сегодня в районном совете спорить, мы идем в таможенные союзники, в европейские. Да, обсуждать каждый раз вектор развития, можно остаться в точке ноль. Нет смысла, потому что мы в районе не решаем, куда страна пойдет, это решает центральная власть, и поэтому мы нацелились на то, чтобы договариваться и решать определенные вопросы для жителей района, чтобы мы могли улучшать жизнь, чтобы все-таки после, когда закончится мандат данного совета, чтобы люди хотя бы вспоминали с хорошим словом, что вот данный созыв сделал это, глава района это, это. И, конечно, не все удается, но пытаемся решать. В городе немножко все по-другому. Хотя жители у нас города и района встречают, вроде бы, да, казалось, что две партии, как люди говорят, пророссийские, партия социалистов и партия Рената Усатова, должны объединиться и вместе решать проблемы, но мы увидели, что почему-то на партию социалистов в нашем районе нападают именно так называемые наши партнеры со стороны партии Усатова. И мы постоянно видим эти провокации в наш адрес, в мой адрес, в районе. Если посмотреть заседание районного совета, то мы увидим, что претензии к председателю почему-то имеют только партия Рената Усатова. Хотя есть и независимые, есть и либерал-демократы, и демократы, и разные партии, которые представлены, но самые большие претензии к партии социалистов имеют партия Рената Усатова. И меня удивляло, я неоднократно им заявлял на заседании, на местном телевидении, что господа, почему-то вы не боретесь с демократами, с либералами, а вы боретесь с партией социалистов. Хотя партия социалистов, если взять и при помощи президента, сделала гораздо больше, чем все остальные партии для города. И на данный момент делает. Можно это перечислять, не знаю, это особенно начиная с уличного освещения. Это благодаря президенту и партии социалистов, многих спонсоров привели туда, и мы делали многие улицы, это и показывали. Сам лично президент присутствовал на открытии одной из самых длинных улиц освещения. Мы также сейчас начали делать центральную улицу города впервые за всю историю асфальта, благодаря, по моему ходатайству, благодаря определенных депутатов парламента. И много других вещей, которым помогаем. И детские площадки, и садикам, и школам. Но почему-то представители нашей партии этого не видят. Особенно во главе, премарь у нас есть города, все, в принципе, жители его знают. Он постоянно ищет провокации, скандал с партией социалистов. Ну, может, им удается сделать больше, чем социалистам в вашем лице? Ну, по крайней мере, мы в городе, и многие жители, мы не видим улучшения, то, что нам обещали. По крайней мере, даже если взять с тех обещаний, то, что обещал премарь города, о том, что будет сделано, ничего не сделано. Можно даже проехаться по городу, увидеть центр города. Это наша церковь большая, везде трава, свалка мусорная, я вообще молчу, постоянно горит, дым весь в город. Ну, очень много проблем, где можно показывать и говорить, это не решается проблема. А премарь у нас сегодня занимается политикой. Знаете, лучше быть звездой по республике, лучше говорить о том, чтобы птиц сказать, что вот мне социалисты мешают что-то делать, хотя социалисты не у власти в Кишиневе, и чтобы они мешали кому-то или не дали проекты и все остальное. Ну, человек выбрал такую борьбу с партией социалистов. Я его понимаю, он думает не о том, чтобы навести порядок и делать что-то полезное для города. Он уже, еще этот мандат не закончил, уже думает о другом. Он борется с своими потенциальными конкурентами, которые могут прийти в городе и, в принципе, парламентским выбором. Поэтому я думаю, что у них позиция такая, чтобы драться с партией социалистов, чтобы пытаться убеждать людей, что вот партия социалистов, президент, они делают неправильно, не идут ни в том направлении. Ну, почему-то я говорю, я с его стороны не вижу в адрес других партий. Сказать, что партия другая мешает, не дает, я ездил, пытался выбить проект, не дали. Видимо, вот так вот воспринимается партнерство. Ну, поэтому я говорю, сегодня они делают все для того, чтобы, мне кажется, их задача, по крайней мере, на нашем уровне, сделать все для того, чтобы партия социалистов не взяла большинство. Вот и все. А что в самом районе, жители района думают об вот таком достаточно непонятном противостоянии? Почему? Вот сами люди как оценивают это противостояние? Ну, люди очень возмущены этим, потому что людям, знаете, как говорится, им все равно, кто и как сделать для города. Им важно, чтобы это делалось. И если мы смотрим по сравнению с Камаратом Ищи и Мишлей, как даже взять мэра городов тех руководят, и как наш, тут небо и земля. Можно просто со стороны приехать и сравнить, как там происходит и как здесь. И я всегда говорил, рыба гниет с головы, что если глава города не способен что-то делать, конечно, он тянет себя вниз. Поэтому легче всего, конечно, обвинить, что мне не дают, я не могу ничего делать. Но если тебе не дают, ты не можешь ничего сделать, значит, освободи место для других. Я так понимаю. Потому что люди даже не виноваты в том, что ты не можешь или не способен сделать все для того, чтобы твои предвыборные обещания превратились в реальность. Но позиция такая, что вот плохие социалисты, вот они мне мешают. Хотя мы видели, что на президентских выборах свыше 90% проголосовал за президента от партии социалистов. И здесь нет логики. Как люди, доверяя партии социалистов, ты говоришь, что социалисты тебе мешают. У меня, как у простого гражданина и у многих людей, в принципе, в городе возникает вопрос, а для чего это делается? Значит, есть что-то здесь глубже. А я думаю, что здесь вот такая ситуация, что если мы приходим к одному округам 50 на 50, то задача определенных лиц сделать все возможное, чтобы на этом округе не победил кандидат от партии социалистов. Это тем самым влечет к тому, чтобы не дать партии социалистов взять свое большинство в парламенте. Ну, я думаю, здесь расшифровывать не надо, но для чего это делается. Поэтому мы это людям объясняем, показываем, потому что я другого просто не вижу, для чего это делается. Ладно, есть моменты политические, где можно выяснять отношения. Но есть проблемы хозяйственные, которые нужно сообща решать для жителей города. Потому что мы живем в этом городе, и мы должны делать все возможное для города. А у нас получается, знаете, как некоторые прозвали нашего оптимара, это Киртуако номер 2. За все, что не берется, у него все не получается. Ну, это чревато, вы знаете. Да. Ну, человек, за что бы ни брался, у него ничего не получается. И он всегда ищет виноватых кого-то. Вот не говорит, что и да, у меня не получилось, или давайте как-то решим этот вопрос. Нет, все виноваты, я один вот хороший. Но, конечно, это беда, на самом деле это беда, потому что это сказывается на городе. И, конечно, если город не привлекательный, туда не придут ни инвесторы, ни бизнесмены. А мы все знаем, что деньги любят тишину. Деньги идут туда, где действительно есть политическая стабильность, где порядок, где стабильность. Но мы этого не видим, и целенаправленно убивается. Ну, я хочу сказать, что мы будем делать все возможное для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И мы, в принципе, и делаем, и будем делать благодаря президенту. Поэтому, что бы они там ни старались сделать, наши советники и фракции социалистов в городском совете, в районном совете, всегда рядом с людьми, мы встречаемся с людьми, помогаем людям. И мы это, конечно, будем делать. Над какими задачами сейчас работают районы руководства, и какие планы ставят перед собой? Ну, самое главное, что мы хотим, это первая задача, которую я себе ставил, когда я два года назад пришел, чтобы с каждым годом бюджет района увеличился. И, по крайней мере, когда я пришел, бюджет района был 44, 43,8 миллиона. Сейчас он достиг около 50 миллионов. Вот в таких сложных ситуациях мы пытаемся все-таки бюджет сделать нормальным. И нам это удается. Ну, хватает, чтобы обеспечить зарплаты бюджетников? Ну, зарплаты хватает. Мы стараемся не только зарплаты. Вот даже если взять по позиции, у нас культура в районе вообще была никакая. Мы заменили начальника отдела культуры, и бюджет культуры, спорта и молодежи у нас увеличился раз в пять в течение двух лет. И мы вернули все те фестивали, которые должны были. Это фестиваль семьи. Мы вернули назад, как им было, фестиваль вина, фестиваль урожая, ярмарки, различные спортивные мероприятия. До нас лет 20 не проводился чемпионат футбола по району большой. Мы это все вернули. Это все сейчас потихонечку действует. И мы надеемся это развивать и дальше. Поэтому есть очень много мероприятий, которые мы хотим сделать. Буквально все знают по районным больницам, по хирургиям и роддомам, что делают центральные власти. Нам удалось удержать и хирургию, и роддом. Мы 16 октября принимаем еще хирургов. Мы надеемся, что наша хирургия заработает еще полную мощь. И вот эти моменты, конечно, хотелось бы, чтобы они быстрее шли. И, конечно, если бы были в правительстве люди, которые болели бы за народ и болели бы за то, чтобы все-таки развивать в районах и в городах вот эти учреждения медицинские, образовательные, то это было бы гораздо быстрее и можно было это сделать. Потому что когда работают совещая местная власть и центральная власть, оно лучше и быстрее получается. Когда местная власть пытается сделать, прилагает все усилия, находит деньги, но когда мешает странная власть, конечно, ничего не получится. Поэтому я говорю, мы надеемся все-таки, что на следующий год появится не то, что просвет, а действительно придут люди, которые способны унять ситуацию к лучшему и в парламенте, и в правительстве. И мы совместно с ними все-таки поднимем районы и, в принципе, и республика, чтобы вся поняла. Для нас это очень важно. Ну, как мы понимаем, все с вами прекрасно, все должно решить парламентские выборы. Потому что именно тогда можно будет, опять же, высшая форма проявления демократии, а именно избирательное право граждан, должна будет, наверное, либо поставить точку в сегодняшней политической ситуации, или, не дай бог, конечно, многоточие. Хотелось бы, конечно, чтобы все менялось к лучшему. И для этого стараемся работать и надеемся на то, что в действиях политиков возобладает здравый смысл. Рациональное зерно, чтобы проросло и выросло такое дерево крепких, хороших решений, которые могут послужить только развитию страны, а не наоборот потерям восточных рынков или других рынков, каким-то пресловутым обещанием развития, которое, в общем-то, спустя несколько лет показывает, что обещания остались там, где остались в прошлом. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Надеемся, что ситуация в Басарабяске изменится, в Басарабяском районе изменится к лучшему. Но мы прекрасно понимаем, я думаю, и наши зрители понимают, что все очень тесно связано и с тем, что происходит сегодня в стране вообще. И нет сегодня на карте Молдовы района, который бы развивался как-то вне политических процессов, которые развиваются в стране в целом. Ну, я имею в виду то, что происходит сегодня в главном городе страны, в столице, противостояние, ветви власти, невозможность найти консенсус. И, в общем-то, в этом противостоянии сегодня главной жертвой – это народ Молдовы. Сам, что я хотел бы в последнем сказать, я, в принципе, как гражданин Республики Молдовы, я уверен в том, что в Молдове есть будущее. И, конечно, люди не должны опускать руки, делать все возможное для того, чтобы жизнь в нашей стране стала лучше. И я уверен, что на данный момент с президентом Республики Игорем Николаевичем Донном в Молдове есть будущее и для молодежи, и для специалистов. Самое главное, конечно, все вместе объединиться. И на следующий год вместе с президентом пойти на выборы и показать всем, что народ Молдовы нельзя сломать. И я уверен, что мы обязательно победим. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был председатель района Басарабяска Петр Пушкарь. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин